Практические советы. Прежде чем очищать мысли, нужно сначала иметь навык самоанализа, то есть рассматривание со стороны своих действий. Дело в том, что мысли, как духовная составляющая человека, они проявляются через действия, через поступки, то есть через материальное тело. Да, когда мы начинаем анализировать свои поступки со стороны, это первый этап в работе со своим мыслям, со своим сознанием. То есть мы начинаем понимать, спрашиваем себя, что стояло за тем или иным нашим действием в материальном мире, почему мы именно так поступили. То есть вот, например, на исследовании есть такая практика работы со своей мыслью, со своим сознанием, которую я могу дать практически совет использования. Когда вечером отправляетесь спать, то перед сном человек вспоминает поступки прошедшего дня, анализирует их, почему он поступил именно так, а как можно было сделать по-другому, такой самоанализ. И если он это будет делать более-менее постоянно, он придет к выводу, что эти поступки и его эмоциональная реакция на эти поступки и на действия окружающих у него повторяются. Когда человек ничего не анализирует, когда он там не записывает, не анализирует, а просто живет, он склонен забывать это повторение. Ему кажется, что все по-новому. На самом деле у него эмоциональное состояние и поступки, они склонны повторяться. Потому что у человека есть такая способность, ну как привычки к тем или иным эмоциональным состояниям и убеждениям, установкам. Когда он увидит повторяющиеся мысли, повторяющиеся действия, он должен рассмотреть в себе причину. Почему он делает именно так? Что это у него вызывает? Какие чувства? Вызывает ли это повышение вибраций? То есть чувствует ли он при этом, при выполнении этого действия радость, любовь, принятие, прощение или наоборот негативное? То есть злость, раздражение, обиду, страх и так далее, негативные моменты. Если это положительное чувство, то чтобы приблизиться к огню, чтобы в нём раствориться, он должен культивировать эти моменты, то есть усиливать их, вызывать их уже огнём, то есть вспоминать о них, делать эти поступки, то есть осознанно усиливать. А если это негативные моменты, он должен понимать, что они мешают развитию собственного сознания в свете любви Бога, который мы называем огнём. И тогда нужно уже действительно то, что называют чистить, очищать своё ментальное тело, то есть свои мысленные образы, мыслеформы, как очищать. То есть понять, во-первых, причину, почему возникла негативная эмоция. Это уже работа с эмоциями, нужно вести эмоциональный дневник, о чём я уже говорила, то есть если возникла какая-то эмоция, запиши её и что её вызвало. И опять же увидите, что они повторяются. Как только возникло понимание того, что одни и те же ситуации, одни и те же люди, например, или ситуации, или сам человек в определённых ситуациях вызывают одни и те же негативные эмоциональные реакции, то следующий этап работы с сознанием — это выяснение причин, почему именно я так реагирую, и задавание себе вопроса, как можно было бы по-другому, как можно изменить свою эмоциональную реакцию, чтобы она не приносила мне дискомфорта, негатива. И тут уже обычно всплывают те убеждения, которые являются причиной возникновения этих реакций. И тут единственное, что нужно чётко понимать, что единственный реальный путь изменения и повышения своих вибраций — это не изменение окружающих людей или обстоятельств, которые вызывают в нас негативные эмоции, а это изменение отношения к ним. То есть, ну, тут, наверное, проще будет привести на примере. Если что-то раздражает, например, в близком человеке, то единственный способ повышения своих вибраций и избавления от этого раздражения — это не борьба с этим человеком, чтобы он прекратил своё поведение, которое вызывает раздражение, а это изменение тех установок в вашем бессознательном, которые вызывают раздражение. То есть, ну, вот он ведёт себя так, вроде бы, ну да, вот он ведёт себя так. Он не должен так делать, потому что это плохо. Чтобы повысить свои вибрации, необходимо убедить себя, сказать себе, и не только сказать себе, но и поверить в это, что то, что он делает, это, ну, является для него лучшим поведением.